Как я уже однажды сказал, в нашем российском футболе ни дня не проходит без какого-то скандала. И чаще всего основной причиной здесь становится решение футбольных арбитров. Потому что наши судьи, они, конечно же, самые гуманные в мире, и они зачастую прощают футболистов в тех ситуациях, где как бы их нужно наказывать. Либо желтой карточкой, либо пенальти, либо чем-то еще. Ну а иногда, напротив, проявляют излишнюю принципиальность. И сколько было таких историй? У нас сезон начался с суперскандала в исполнении Спартака, который вообще угрожал сняться с чемпионата России. Вроде как там более-менее утрясли эту ситуацию, но, согласитесь, в дальнейшем были и другие конфликты. Не такие громкие, но все равно достаточно заметные. И вот, пожалуйста, очередной скандал с судейством. На этот раз он касается Кубка России четверть финала между Уфой и Ахматом, где в самой концовке встречи уфимский коллектив пытался отыграться. И, по мнению многих, здесь были нарушены правила в границах штрафной площади. И здесь следовало поставить на 11-метровую отметку. И понятное дело, что здесь на эмоциях всякое возможно, но, как мне кажется, представители пресс-службы Уфы все-таки перегнули палку. Так что давайте разберемся в этом скандале, который сейчас вышел на такой общероссийский уровень, потому что вот уже футбольный клуб Сочи цитирует вот эту феерическую запись в твиттере Уфы. Уже высказался Шамиль Газизов, спортивный директор Уфимского коллектива, и уже высказываются многие эксперты. Ну и я решил тоже не отставать от этого тренда. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, то получите три бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к этому эпизоду. Начнем, пожалуй, с футбольной стороны вопроса. На мой взгляд, все-таки нарушение правил было. Потому что Вилкер Анхель, защитник Ахмата, вышедший по ходу встречи, здесь работал излишне активно и излишне жестко. И, разумеется, по картинке полностью разобрать эпизод невозможно. Был ли там какой-то тычок, удар локтем или удар по лицу. Здесь нужно иметь более детальную картинку. Но, судя по ощущениям, здесь был фол. И, учитывая то, что это была концовка встречи, тут, конечно же, накал драматизма повысился дальше некуда. С другой стороны, вот арбитр Евгений Кукуляк, он тоже здесь был в сложной ситуации. Потому что вот назначь пенальти ворота Ахмата на последних минутах. И кто его знает, чем это закончится. Тут ведь всякое бывало. Так что здесь, наверное, у арбитра нервы были натянуты, как гитарные струны у какого-нибудь Керта Хэммета. И в этой ситуации, конечно же, было тяжело давать какую-то объективную оценку. Тем более в концовке встречи, когда все на нервике, когда у всех эмоции и так далее. Ну и здесь я не пытаюсь оправдать арбитра, просто хочу констатировать, что в матчах, домашних матчах Ахмата, всегда немножко специфическое судейство. Поэтому здесь Кукуляк не особо выбивается из общего тренда. Ну а касательно того, что произошло дальше, вот, собственно, на эмоциях после данного эпизода, на официальном твиттере Уфы записали следующее. Ну и что забавно, даже сейчас, спустя 16 часов после вот этой записи, ее не только не удалили, ее даже не отредактировали. И само по себе появление матерного слова в одной из официальных соцсетей клуба, это, конечно, что-то новенькое и что-то свеженькое. И тут ситуация, конечно, двоякая. С одной стороны, можно понять эмоции каких-то людей, которые работают вот над официальным твиттером клуба, тем более, если это местные, если это болельщики, команды и так далее. И в каком-то смысле этот пиар-ход сработал, потому что сейчас твиттер Уфы, это, наверное, самая обсуждаемая спортивная СМИ в нашей стране. Вот так вот немножко они подраскрутились на этом хайпе. С другой стороны, все-таки как-то это не солидно. Тем более, вот уже 16 часов прошло, до сих пор не отредактировали, не удалили. Стало быть, здесь, в принципе, все довольны всем. Я имею в виду руководителей Уфы, они считают это допустимо. И все-таки мы должны понимать, что одно делает комментарии болельщиков, которые матерятся и на трибунах, и в соцсетях, и для них это позволительно, они не являются официальным лицом клуба. Здесь это более-менее еще допустимо. Хотя, конечно же, мы все против мата и на трибунах, и за его пределами, и за культурное общение. Но в данном случае можно хотя бы сделать какую-то скидку. А вот здесь официальные СМИ, представляющие клуб, вот до такого доходят. Причем, что любопытно, в этом посыле, во всех смыслах посыле, очень многие поддержали Уфу. В том числе, например, официальный твиттер Сочи, который решил таким же примерно образом прорекоментировать судейство Казарцева в кубковом матче с Локомотивом. В общем, это у нас теперь, видимо, такой тренд своеобразный, такая мода. И скоро матерные всякие шуточки мы увидим и на официальных твиттерах других российских клубов. И это, конечно, печально, потому что уровень дискуссий постепенно падает. Ну и вообще, знаете, как-то в последнее время меня разочаровывают пресс-службы наших российских команд. Потому что здесь матерятся, здесь цитируют матершину. А вспомните недавний скандал в Локомотиве, когда там работники местной пресс-службы сфоткались с матерными футболками. В итоге всех вроде как уволили. И знаете, что меня поразило больше всего в этой ситуации? На данной фотографии видно 23 человека. Ну, возможно, 24-й снимает. То есть вы хотите сказать, что у Локомотива в пресс-службе было больше людей, чем футболистов в первой команде? 24 человека, чтобы обеспечивать информационное сопровождение Локомотива? Не жарновато ли? Тем более, что потом стало известно, что часть своих функций эта пресс-служба отдавала, ну, так скажем, сторонним организациям. То есть они в такой большой компании еще и не справлялись со своими задачами. Интересно, настоящие профессионалы. Выходит, что в наших клубах, которые на 90% спонсируются за счет бюджета, есть целые толпы вот таких гениев русского языка и гениев мысли, которые вот доходят до подобного. До матерных выражений в Твиттере, до каких-то непонятных сообщений в соцсетях и так далее. Вот, ей-богу, если вы хотите подобным образом вести свои соцсети, не обязательно нанимать толпу хипстеров, которые будут требовать себе смузи и большие зарплаты. Достаточно взять какого-нибудь уфимского забулдыгу, например, которого просто подведут к компьютеру или, не знаю, там, к смартфону и научат его печатать записи в официальном Твиттере Уфы. Получится и то и интереснее. У меня, кстати, на примете есть хороший такой персонаж, чтобы вести официальный Твиттер Уфы. Москва! Говно! А Уфа! Заебись! Я отвечаю! Так что здесь такая ситуация. А вот кто мастер тонкого троллинга, так это новый старый директор Уфы Шамиль Газизов, который вернулся в клуб. Он в этой ситуации вышел максимально изысканно из этой неприятной коллизии. Он заявил следующее. Станем наказывать сотрудников как судей. Будем переводить их из Инстаграма в Твиттер, потом возвращать. Это, разумеется, намек на офигительную политику нашего судейского комитета, который регулярно гоняет судей между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ и, так скажем, таким образом, ну, формально наказывать неких арбитров, отправляя их в небольшую ссылку, а после этого возвращая. И вроде как и скандалов уже нет, и все нормально, а суди в итоге как ошибались, так и ошибаются. То есть нет никакой ответственности за ошибки, потому что даже если ты накосячил, тебя постепенно потом все равно вернут. Так что здесь, на самом деле, Шамиль Газизов молодец. Но касательно пресс-службы, я бы все-таки задумался о более серьезных мерах, чем перевести кого-то из Инстаграма в Твиттер и обратно. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.